Этот пол вообще не высыхает, он весь облупился. А когда идёт дождь, вообще он идёт прям по всем подоконникам. Кабинету биологии досталось больше всех. Эту плитку на потолке жалко вдвойне, ведь, по словам педагога, выкладывали её совсем недавно родители учеников своими руками на собственные деньги. Новые пластиковые окна тоже испорчены. Больше всего теперь здесь переживают за проектор. Его, как могли, обмотали полиэтиленом, чтобы вода не испортила технику. Вот они эту крышу открыли и исчезли. Вот сегодня они появились и играют в теннис. Якобы у них нету строительства, вот этих материалов не завозится. Но если они не завозились, почему они открывали эту крышу, я не понимаю. Мы сидели на уроке русского языка и заметили, что с потолка вышел сплитка. Но наш класс весь испугался. По словам учителей, такая картина творится в каждом кабинете второго этажа. Находясь в классе, дети постоянно подвергаются угрозе. Дело в том, что из-за фотофа плиты с потолка здесь уже падали несколько раз. По словам педагогов, в этой школе капитальный ремонт делается впервые за 40 лет, но никто не ожидал, что он пройдёт с такими нарушениями. Вы тогда объясните, почему вот такая ситуация у нас? Я объясню. Почему у нас тут полотно в дикаре? Нет, деньги. Деньги поступили, месяц назад езжали на счету. Вот я вчера только получил. Подрядчик, который, по мнению учителей, виновен во всех их бедах, внезапно появился именно в день приезда нашей съёмочной группы. Свою вину строитель отрицает. По проекту подняли парапет на 40 сантиметров. На крыше образовался бассейн. Пошли дожди, воды идти некуда. Хотя есть стук, сейчас воды пошла. Хотя целостность мы не нарушили. В администрации Высокогорского района от комментариев по ситуации в данной школе также сегодня получить не удалось. По словам же подрядчика, он исправит все свои ошибки к августу, ведь именно на последний месяц лета назначен срок сдачи его объекта. Эльвира Шарафиева, Дмитрий Аверкеев, Рустам Кадыров, Телеканал «Эфир». Продолжение следует...